Музыка Здравствуйте, уважаемые поклонники технических видов спорта! С вами программа «Музыка моторов». Спидвей «Быстрый путь» — это полный и всеобъемлющий перевод. Иначе об этом виде мотоспорта не сказать. Все происходит на ваших глазах. 400-метровый трек шириной около 15 метров. И четыре мотогонщика, замерзших на старте. Сверкнул зеленый сполок стартового светофора, и десятки тысяч болельщиков замолкают под аккомпанемент всевозрастающего рева моторов. Взмывает стартовая лента, и гонщики, словно стрелы, срываются в яростный хоровод скорости. Снопы гаревых струй бьют из-под задних колес мотоциклов. Сверкают колесные спицы, рассекая стонущий воздух. Воздух спидвея, пропитанный смесью метанола и касторового масла. Единожды вздохнув этот дивный аромат, никто не в силах забыть его на всю оставшуюся жизнь. Балакова, Владивосток, Тольятти, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Ровно, Даугавпилс. Это места, где о спидвее знает каждый малыш, где дети на улицах играют в знаменитых гонщиков своей команды, где живут и грезят спидвеем. Спидвей заслуживает того, что все больше и больше людей узнали и познакомились с ним поближе. Этот великолепный эмоциональный вид мотоциклетного спорта с первых же дней своего становления навсегда захватил в плен сердца тех, кто любит скорость, риск и наивысшее спортивное мастерство. Среди них и главные действующие лица, отважные гонщики, самоотверженно сражающиеся за победу в каждом заезде, и многочисленные зрители, заполняющие и в зной, и в дождь трибуны мототреков. Спидвей отличается от других видов спорта тем, что возникнув, он развивался с фантастической быстротой и в короткое время охватил практически все уголки планеты. Преимущество его перед другими видами в относительной дешевизне. Не требуется дорогой автотрассы формата Формулы-1, как для мото-GP. Не нужно специально готовить пересеченную дорожку, как в мотокроссе. Часто для проведения соревнований подойдет обычная гаревая дорожка стадиона. Почему гаревая? Все просто. Раньше материалом покрытия спидвейной дорожки служили продукты металлургической промышленности, которые называли шлак или гарь. Отсюда и название дисциплины. Очень скоро подобное покрытие осталось в прошлом, но основное требование к его качеству сохранилось. Оно должно быть твердым и сыпучим одновременно. Сейчас применяются современные и более совершенные материалы. Гранитная, мраморная или доломитная крошка. Но, как правило, это грунт и песок. Другое важное преимущество спидвея состоит в том, что зрителю постоянно видна вся трасса и положение гонщиков в заезде. К тому же спидвей отличается динамичностью и зрелищностью. В странах бывшего Советского Союза даты рождения спидвея считается 10 июня 1958 года, когда на большой спортивной арене центрального стадиона имени Ленина в Лужниках были проведены первые в нашей стране соревнования. Дебют Советского спидвея в чемпионатах мира состоялся в 1961 году. Я скажу, сильно поменялся спидвей, сильно поменялся в сторону, будем так, ускорения, улучшения. Уровень езды повысился очень. И это все связано с техническим прогрессом. То есть техника стала другая, обороты у мотоцикла стали другие, скорость у мотоцикла другая. Естественно, меняется тут же под эту скорость и техника езды. И посадка, и все на свете. То есть в нынешнее время спидвей, конечно, вырос довольно-таки сильно. Я скажу, если в мои годы мы очень сильно отставали от ведущих мировых спортсменов, ну, я имею в виду, которые выступают в серии Гран-при, то вот на протяжении буквально последних пяти лет некоторые наши ребята, включая нашего же Лагуту Григория, довольно-таки близко к ним приблизился, что раньше не наблюдалось вообще не только Григорий Лагут, а Сайфудинов и Миль, вы видели прекрасно. Какое-то время Гафуров был близок тоже к финалу чемпионата мира. Это говорит о том, что спидвей, допустим, с 80-х годов до сегодняшнего времени сделал несколько шагов вперед. Смысл спидвея в том, что в течение всей гонки пилот управляет мотоциклом на грани срыва в занос или, собственно, в скольжение. При этом скорость в поворотах достигает 70-80 км в час, а напрямых 150 км в час. До сотни мотоцикл разгоняется за 3-5 секунд. Четверо гонщиков стартует одновременно с одной линии. Традиционно мотоциклы движутся против часовой стрелки, всегда поворачивая налево. Помимо безупречно точного управления мотоциклом, возможно, только при максимальной концентрации, от пилотов требуется умение предсказать траектории соперников, совершить обгон, втиснувшись в ограниченное пространство между другими райдерами, не спровоцировав при этом аварию. Заезд длится всего несколько минут. Турнирная таблица составляется таким образом, чтобы каждый гонщик померился силами со всеми соперниками. Весь трек, а следовательно и вся драматичная борьба на трассе целиком находится в поле зрения зрителей. Тренеры команд за несколько дней до гонки распределяют спортсменов своих команд в турнирной таблице. От того, насколько грамотно это будет сделано, зачастую зависит конечный результат. Каждый спортсмен может проехать не более пяти заездов. Как эффективно распределить эти заезды, это тут, наверное, уже больше интуиция подсказывает. Потому что я говорил ранее, что я знаю сильные и слабые стороны некоторых спортсменов, знаю, какой спортсмен любит стартовать со внутренних дорожек больше и лучше у него получается, который, наоборот, не любит наружные дорожки и не получается оттуда. И вот это все при расстановке по силам пары, когда я ставлю, я вот это все учитываю. В отличие от шоссейно-кольцевых мотогонок и мотокросса, где давно главенствуют высокотехнологичные японские мотоциклы, в спидвеи большинство спортсменов поступают на машинах марки Яла. Причем мотоциклы для спидвея не выпускаются серийно. Их делают на заказ в чешском городе Дивишев на заводе Яла. Изначально этот вид спорта задумывался как честная борьба пилотов на одинаковых предельно простых мотоциклах. Скромных технических возможностей чешской фирмы, так хорошо знакомой российским мотоциклистам, вполне достаточно для такой техники, а незаменимый многолетний опыт помогает держаться в лидерах. Внешний вид мотоциклов для спидвея вызывает ассоциации с велосипедом. Минимализм связан с желанием максимально облегчить конструкцию. Вес мотоцикла составляет 80 килограммов. Мотоциклы имеют треугольную раму, верхние трубы, которые ведут прямо от втулки заднего колеса до рулевой колонки, как у велосипеда BMX. Низкая рама должна обеспечивать гонщику максимальную свободу движений, так как мотоцикл по большей части управляется перемещением веса наездника. С этим же связана и очень маленькая ширина рамы. Мотоцикл кажется почти плоским. Кроме того, такая геометрия позволяет наклонять мотоцикл на больший угол. Для короткой гонки не требуется большого запаса топлива, поэтому бак у мотоциклистов для спидвея крохотный. В спидвее используются спицованные колеса. Спицы придают колесу дополнительные амортизирующие свойства, да и отремонтировать такое колесо намного проще, чем литое. В этом виде спорта обязательны развитые крылья, иначе фонтаны гари из-под колес соперников в мгновение ока лишат пилота способности видеть трассу. На очки гонщика наклеиваются несколько слоев прозрачной пленки. Как только очередной слой покрывается грязью, райдер отрывает его. Но главная особенность мотоциклов для спидвея состоит в том, что они не оснащаются тормозами. Остановка вращения колес на столь скользкой трассе может привести только к падению. Спортсмен осуществляет остановку за счет сброса скорости или притормаживания левой ногой при помощи прикрепленного к мотоботу тормоза. По схожим причинам у мотоциклов нет и коробки передач. Резкая смена крутящего момента, спровоцированная переходом на другую ступень или выжимом сцепления, может нарушить контакт с трассой. В спидвеи всегда использовались четырехтактные, низкофорсированные двигатели большого объема. Типичные характеристики такого мотора. Рабочий объем 500 кубических сантиметров. Мощность 50-70 лошадиных сил. В качестве топлива в спидвеи используется не бензин, а метанол. Важно отметить, что очень многое в характеристиках мотоцикла зависит от индивидуального тюнинга, над которым в команде работает целая группа механиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова